Не так давно в Рассказово появилась группа энтузиастов, путешествующих по гордую району на велосипедах. Каждые выходные они знакомятся с новыми местами и новыми людьми, ведь группа постоянно пополняется. Присоединиться к велопутешественникам может каждый желающий. Что общего у этих людей, кроме велосипеда, узнавала Дарья Белозерова. Сейчас эти люди объединены общей целью, но до недавнего времени они не были даже знакомы. Впервые велолюбители встретились на субботнике, убирали территорию карьеры перед открытием купального сезона. Познакомившись и пообщавшись, они поняли, что есть то, что их всех объединяет – стремление к здоровому образу жизни. После знакомства в социальных сетях была создана группа, чтобы было проще обсуждать новые идеи и планы. Первым настоящим путешествием стала поездка 9 мая в село Питчер на могилу погибших летчиков, организованная совместно с Союзом десантников. После этого велолюбители стали собираться каждые выходные. На их счету уже 6 поездок, каждая из которых проходила под определенным девизом – спасем Ахтырскую церковь, тайна бездушного куста, гонка на выживание. Путешествуют велосипедисты целыми семьями, но в гонке на выживание участвовали только мужчины, ведь отправились они в Инжавино. Самым молодым участником этой поездки стал Иван Шелдовицын. Ему всего 10 лет, но он справился. Выехали в 4 часа утра. Путь туда составлял тоже около 4 часов. Поначалу было все нормально, но вот под конец дня попали под сильный дождь после вороны. Заехали к другу отца и переночевали у него. На следующий день с утра опять поехали нормально. Под конец на нас пролился дождь. От дождя укрывались в шалаше, который пришлось мастерить из подручных материалов. Не обошлось без проколотых шин и падений. Но велосипедисты вернулись довольные. Они не жалеют о преодоленных километрах и трудностях. Женская часть группы велопутешественников не отстает от мужчин и тоже принимает активное участие в заездах. Ну, в общем, все началось с того, что мой сын, которому 15 лет, вот он Никита, он увлекся велоспортом. Ну, то есть он самостоятельно катался по местным окрестностям, по местным деревням. Но единственное, что меня беспокоило, то что ребенка отпускать одного как бы, ну, страшновато все-таки родителям. И я очень была рада, когда узнала, что существует такая группа велолюбителей. И я ему, может, посоветовала присоединиться к этой группе и начать уже с ними велопрогулки. Впечатленной рассказами и эмоциями сына Алла сама захотела поучаствовать и, недолго думая, присоединилась к велопутешественникам. А Светлана Шелдовицына путешествует вместе с мужем и двумя сыновьями. Младшему из них всего три года. Я считаю, что это прекрасный способ отвлечь наших детей, которые постоянно сидят в интернете, в компьютере, от всего этого, что они смотрят наш прекрасный город. Ольга Ласькова – активист и идейный вдохновитель группы. Своих детей она тоже привлекла к велопробежкам. Они становятся более здоровыми, выносливыми. Они начинают замечать красоту природы, окружающей среды. Они начинают любить свой родной край намного больше, чем это могло быть до этого. В то же время происходит, как бы сказать, сближение и самих родителей с детьми. И между собой ребятишки начинают общаться, дружить, какие-то у них уже свои интересы общие появляются. То есть это и знакомство, и здоровье, и путешествия. Велопутешественники мечтают организовать ночной заезд, но для этого необходимо специальное оборудование. А пока его нет, они готовятся к следующему путешествию в село Преображенское. Присоединиться к группе может любой желающий. Дарья Белозерова, Максим Соколинский, Новости, ТВ Рассказыва.